Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите информационную программу Ильичевские новости в студии Мария Грушевая. Сегодня в нашем выпуске. 13 человек вошли в состав исполнительного комитета Ильичевского горсовета согласно решению депутатов, которое было принято на состоявшейся в четверг сессии. Незаконную торговлю елками удалось предотвратить ильичевскими полицейскими благодаря бдительности жителей города. Городские власти приглашают предпринимателей принять участие в традиционном конкурсе на лучшее новогоднее оформление объектов торговли и общественного питания. Презентация книги об истории Ильичевского морского торгового порта прошла в пятницу в Морском колледже Одесского национального морского университета. В четверг во Дворце культуры прошел благотворительный спектакль Одесского театра Tour de Force для детей льготной категории. Ильичевцы стали активными участниками всеукраинского благотворительного проекта «Собери подарок сироте». Об этих и других новостях вы узнаете подробнее в течение следующих 20 минут. А я напоминаю, что телерадиокомпания «Ильичевское телевидение» проводила конкурс на лучшую новогоднюю композицию. В течение всех зимних праздников конкурсные работы будут украшать студию новостей ИТ-3. А сегодня в нашей студии представлена композиция «Ароматная елочка», которую изготовила ученица 6-го В-класса школы номер 7 Маргарита Печева. На початку випуску ми пропонуємо до вашої уваги короткий огляд подій в Україні та світі. Информація, про який отримана з мережі «Інтернет» за допомогою інтернет-провайдера Global CityNet. Верховна Рада вночі ухвалила урядовий проект Держбюджету 2016. За відповідне рішення проголосували 263 народних депутати. Не проголосували фракції «Батьківщина» та «Опозиційний блок». Лише один голос віддала самопоміч. У головному кошторисі передбачено поетапне підвищення у 2016 році мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму. Розмір мінімальної зарплати з 1 січня становитиме 1378 гривень, прожитковий мінімум – 1330 гривень. Ціну на імпортний газ у проект Держбюджету заклали в розмірі 225 доларів за тисячу кубометрів, а середньорічний курс гривні прогнозується на рівні 24 гривні 10 копійок за долар. Дефіцит кошторису передбачений на рівні 3,7% внутрішнього валового продукту. Доходи – 595 мільярдів гривень, видатки – 667 мільярдів 700 мільйонів гривень. Закон ухвалили близько четвертої ранку. Цієї ночі народні депутати ухвалили також кілька законів, які не пов'язані з бюджетом. Зокрема, дозволили допуск підрозділів Збройних сил інших держав на території України задля участі в багатонаціональних навчаннях. Змінили процедуру призначення командувача Нацгвардії. Тепер його призначатиме та звільнятиме президент за поданням міністра внутрішніх справ. Раніше це робила Верховна Рада за поданням глави держави. Національний банк України визнав неплатоспроможнім «Укрінбанк». Відповідну постанову оприлюднено на сайті регулятора. 95% вкладників «Укрінбанку» мають депозити, які підлягають відшкодуванню фондом гарантування вкладів фізичних осіб у повному обсязі. Фонд виплатить майже 2 мільярди гривень. Німецькі моряки Бундесверу врятували у Середземному морі 121 біженець в рамках другої за останні кілька днів операції у сфері боротьби з контрабандистами. Мігрантів взяв на борт корабель «Берлін» за 50 кілометрів від лівійських берегів. Днем раніше судно прийняло на борт 200 біженців. Загалом, починаючи з травня, німецькі військові моряки врятували близько 10 тисяч нелегалів, що приймували з Лівії до Італії. В американських штабах Місісіпі, Тенесі та Арканзас державами жертвами ураганів і торнадо стали 14 людей, серед яких і семирічний хлопчик. Ще кілька десятків постраждали. Одна людина вважається такою, що зникла без звісти. Пошкоджено сотні будинків, деякі з них зруйновано вщент. За останню добу на території Місісіпі загалом було зафіксовано 14 смерчів. Раніше американські синоптики попередили про можливість виникнення торнадо жителів десяти американських штатів. Мільйони християн по всьому світу, католики, протестанти і православні деяких церков відзначають сьогодні одне з головних християнських свят – Різдво Христове. Папа Римський Франциск провів богослужіння у Витикані, закликавши у Різдвяній проповіді всіх, хто сп'янілий духом споживання і засліплений зовнішнім близьком, згадати про незаперечні цінності життя. Святійший знову торкнувся і важлиший для нього тем милосердя, співчуття, співпереживання та справедливості. Різдво – це час, аби іще раз замислитись, хто ми є, наголосив понтифік під час меси. Звучить знову торкнувся історіювання. Одним із рішенью минувшей сесії Іллічівського городського совєта стало утвірження нового состава исполнительного комітету. Депутаты единогласно проголосовали за предложені городським головою кандидатурою. Рассмотрев предложення городського голови Валерия Хмельнюка о количественному і персональному составі ісполкома Іллічівського городського совєта 7-го созыва, учитывая пожелання постоянних депутатських комісій, Іллічівський городський совет решил образувати исполнительний комітет горсовета і определити його численность в составе 13-ти человек. У нас в ісполкомі практически остались люди, які працювали весьма успішно. Ну, скажімо, працював Лильоненко, він представляє найкращий коллектив города Іллічівський морський торговий порт. Ну, як без нього? У нас, скажімо, спільно працювати через дорогу, як я кажу, морський рівний порт. Представник правління рівного порта, він бувший депутат городського совєта, значит, сьогодні він возглавляє дуже неотвестний участок роботи. Ми тож, скажімо, його пригласили і за нього проголосовали. Значит, ми сохранили Голубятникова, ми представили інтереси ветеранів в составі ісполкома, щоб він відстаивав інтереси наших всіх ветеранів. Іх у нас не так мало, більше 20 тисяч людей. Ми представили ісполкома як молоду порусь, як Екатерину Чигаринську, яка дуже активно працювала на поприщі волонтерської роботи по АТО і т.д. То есть, вот такое хороше, скажімо, обновлення произошло. Я абсолютно убежден, що прийшли дуже здорові, хороші сили. Також в новий состав исполнительного комитета вошли городской голова Валерий Хмельнюк, секретарь горсовета Ольга Боровская, заместители городского головы Сергей Быченко, Лариса Печахчи, Наталья Чумель, управляющий делами ісполкома Ігорь Лубковський, глава правления ПАО і СРЗ Юрий Дудников і директор компании «Укржилстройплюс» Андрей Никулин. Благодаря б деятельности жителей города Ильичевским правоохранителям удалось предотвратить незаконную торговлю ёлками в самом центре города. Подробнее в нашем следующем сюжете. В пятницу утром сотрудники правоохранительных органов установили факт незаконной торговли новогодними ёлками по улице Ленина возле гостиницы «Моряк». Здесь недобросовестные продавцы выставили более сотни больших зелёных сосен. По спецлинии 102 в Ильичевское отделение полиции поступило сообщение о том, что по улице Ленина производится торговля ёлок. При отработке данного сообщения было установлено, что двое жителей Белгород-Днестровска в ночное время в районе трёх часов ночи осуществили выгрузку 120-150 деревьев сосен конкретно и осуществляли ихнюю реализацию. Данная реализация производится с нарушениями, связанных с тем, что не оформлены разрешительные документы на проведение данной реализации. При проведении проверки было установлено, что на всех деревьях отсутствуют чипы, которые предусмотрены законодательством Украины. У человека, который осуществлял продажу, было изъято также 39 чипов, которые находились у него просто в руках. Также на место незаконной торговли выехали сотрудники коммунального предприятия «Муниципальная охрана». Поступила жалоба, как бы мы как раз подъехали сюда вместе с полицией и обнаружили незаконную торговлю вот именно в этом месте. Мы будем дальше следить за этим, чтобы не было никаких незаконных торговли в городе Ильичевска. Такая масштабная торговля ёлками вызвала возмущение многих жителей города. Я просто в шоке от этой ситуации, потому что в центре города поставят такие ели, и причём красавицы ели, они огромные, они бы ещё росли и росли. И привезти в центр города, поставить, я не знаю. У меня просто слов нет. Я понимаю, еле продаются в установленных местах, на базарах и ещё в каких-то точках, но в центре города здесь вот завалить такими красавицами. За данные правонарушения предусмотрена административная ответственность. По данному факту на гражданина будет составлено административный протокол по статье 164 Кодекса Украины про административные правонарушения, а также по статье 152 Кодекса Украины про административные правонарушения за несоблюдение благоустройства населённых пунктов. Сотрудники полиции изъяли у недобросовестных торговцев все новогодние деревья. А вот что будет дальше с этими зелёными красавицами, уже решит суд. Ежегодно в нашем городе проходит традиционный конкурс на лучшее новогоднее оформление объектов торговли и общественного питания. Его победителей ждёт денежное вознаграждение. 10 декабря в Ильичевске стартовал уже традиционный конкурс на лучшее новогоднее оформление объекта торговли и общественного питания. Его главная цель – это создание праздничной атмосферы в городе. Для участия в конкурсе ильичевским предпринимателям необходимо украсить свои магазины, кафе и рестораны оригинальной новогодней атрибутикой. Предприятия, лучше всех оформившие свои помещения, будут отмечены денежными вознаграждениями. На три премии 12 тысяч гривен. Это тоже ощутимо, но поэтому, ещё раз пользуясь случаем, я хочу ещё раз напомнить всем, что, ну, во-первых, это и необходимо по видам деятельности делать всё-таки, это привлекает как-то и покупателей, что касается сферы торговли. Это предполагает, что больше посещение людьми предприятий общественного питания в нашем городе. Определять победителя члены жюри будут по нескольким критериям. Учитываться будет полное оформление, как наружное, так и внутреннее, так и витринное, то есть будет комплексный подход по благоустройству оформления новогодней символики. Подготовка к праздникам в кафе и магазинах Ильичевска началась заранее. В новогоднем декоре городских предприятий преобладают золотые и красные тона, так как следующий 2016 год красные огненные обезьяны. Некоторые игрушечки мы делали своими руками, собирали ветки на улице, склеивали их, добавляли разные декорации. Вы обратите внимание, у нас гирлянды сделаны своими руками, и снежиночки сделаны своими руками. Остальное мы, естественно, поехали на наш любимый седьмой километр, все купили, повесили и украсили. Подведение итогов конкурса и торжественное награждение его победителей состоится в январе уже следующего 2016 года. А сейчас информация Ильичевского района электрических сетей о том, где в понедельник в нашем городе не будет электроэнергии. В связи с плановыми ремонтными работами в понедельник 28 декабря в период времени с 9 до 15 часов будет отключена электроэнергия в Ильичевске, по улицам Александрийской в домах с 10 по 13, 16, 18, 18А, Героев Сталинграда в домах 7, 9, с 11 по 14 и 16 дом, Карла Маркса в домах 9, 11, 13, 13А, 15, 17, 17А, 19, 21, 1 мая в домах 7, 7А, 9, 11, 13, 15, 15, 17, Ленина 20А, средний с 25 по 71, и с 50 по 76, Южной, Измаильской, Октябрьской, 8 марта, Садовом обществе Портавик с 1 по 4 и 8 линии, коттеджном комплексе Солнечный, а также находящихся по этим адресам Дворце спорта Юность, АТС, насосных бойлерных отделениях Ощадбанка, Банка финансов и кредит, Приватбанка, ВТБ банка, Идея банка, Банка Оваль, Департаменте юстиции, КНС, переговорном пункте, Радиоузле, Школе номер 4, Дю США, Черноморец, Магазинах, Автомастер, Маэстро, Вет-лечебница, Предприятие, Терминал, Вечернем рынке и прилегающих магазинах, Парикмахерской Миледи, Магазинах Пеликан, Гамма, Пивной дом, Кафе Феричита, Сапожной мастерской, Офисе, Полимедсервис, Бухгалтерии, Стоматологической поликлиники, Аттракционах, Парикмахерских Натали и Красотка, Парке Молодежном, Кафе у Фонтана, Итальянский квартал, Пекарни Маркиза, Гаражных кооперативах Жигули, Надежда, Прибой, Парус, Рынке Курортном, Стоматологической поликлиники, Бизнес-центре предприятия Креатив. Ильичевский район электросетей приносит свои извинения за временные неудобства. По информации 8-й подстанции Одесской городской станции скорой медицинской помощи в зону обслуживания, которая входит территория Ильичевского городского совета, с 18 по 25 декабря на пункт связи поступил 431 вызов, из них 57 к детям. Три вызова оказались ложными. Бригадами скорой помощи оказано медицинской помощи на дому 243 гражданам, 109 человек доставлены в приемный покой для госпитализации. В связи с дорожно-транспортными происшествиями поступило 4 вызова. Всего в приемное отделение Ильичевской бассейновой больницы на водном транспорте обратилось 554 человека, из них 319 были госпитализированы. В травмпункт больницы обратилось 118 человек, из них с травмами криминогенного характера 17 человек, укушенных бредящими животными 3 человека, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях 5 человек. За минувшую неделю в Ильичевске родилось 9 детей, 6 мальчиков и 3 девочки. А сейчас информация коммунального предприятия Ильичевск водоканал о том, у кого в понедельник в нашем городе не будет холодной воды. В связи с отключением электроэнергии службы РЭС в понедельник 28 декабря с 9 до 15 часов будет снижено давление подачи холодной воды. Вода будет отступать до 4-5 этажей на жилые дома по улице Александрийской 10-12 улица Карла Маркса 9-11-13-13А-15-17-17А-19, 1 мая 13-15А-17. В этот же период времени в связи с ремонтными работами на сетях водопровода будет отсутствовать холодная вода в части города, ограниченной улицами Карла Маркса, Героя Сталинграда, Александрийская, улица Гайдара, Нечетная, Бульвар Гайдара, Парковая, Радостная, а также по улицам Набережной, Старая Богова, Приморской, Одесской, Александрийской, Средней с 35 по 76 дома, Виноградной с 49 по 75 дома. В связи с возникшими трудностями ремонта на насосной станции в понедельник до 19 часов будет отсутствовать холодная дома в жилых домах и других объектах по улице Героев Сталинграда 3-3А-3Б-5-7-9-11-13, а также в части индивидуальных жилых домов в микрорайоне Южный по улицам Одесской, Луговой, Яблоневой, Елочной, Ореховой, Зеленой и Шевченко. Ильичевский водоканал приносит свои извинения за временные неудобства. Презентация книги об истории Ильичевского морского торгового порта прошла в пятницу в морском колледже Одесского национального морского университета. На 500 страницах исторического издания представлены уникальные документы и фотографии, а также биографии более чем 60 ветеранов портовиков. Ильичевский морской колледж Одесского национального морского университета по праву считается кузницей кадров для Ильичевского морского торгового порта. Поэтому именно в этом учебном заведении издатели решили презентовать книгу об истории одного из крупнейших предприятий морской транспортной отрасли страны. В издание вошли уникальные фотографии и документы, биографии руководителей порта, а также воспоминания ветеранов портовиков. Работа над этим изданием длилась в очень сжатые короткие сроки на протяжении полугода и 500 страничный труд. Вот сегодня мы его презентуем. Одними из первых читателей книги об истории порта станут студенты Ильичевского морского колледжа. Будущие портовики отмечают большое значение такой литературы для специалистов в морской отрасли. Моя специальность это организация погрузок и перевозок на водном транспорте. И для меня как будущего портовика, если так можно выразиться, данное издание очень полезно, потому что для меня это является большой привилегией, вообще для моего поколения, знать историю этого грандиозного градообразующего предприятия Ильичевского морского торгового порта, знать историю этих людей, знать их биографии. Сегодня большое количество информации можно получить из интернета, но там не всегда можно найти истории жизни людей, которые могут служить примером не одному поколению. Я не думаю, что в интернете можно найти все то обилие информации, которое хранят носители этой информации, люди, которые жили тогда при образовании порта. Я не думаю, что в интернете люди, делая статьи, собирают настолько тщательно эту информацию и компилируют ее в такое издание. Книга «История Ильичевского морского торгового порта» издана тиражом тысячи экземпляров. Все они войдут в фонды Ильичевских музеев и библиотек. В четверг во Дворце культуры прошел благотворительный спектакль Одесского театра «Тур-де-Форс», а зрителями в этот день были детки социально незащищенных категорий. На сцене Дворца культуры спектакль «Зачердачья» проходил впервые. На концерт были приглашены дети льготных категорий. Это дети из семей, которые оказались в сложных жизненных ситуациях, дети из семей переселенцев, дети из семей участников АТО, дети-инвалиды. На сцене разворачивались захватывающие события. Ребят приветствовали злая принцесса, добрая волшебница, обитатели Зачердачья и даже самый настоящий Дед Мороз. Детки с удовольствием наблюдали за действиями сказочных героев. Каждый малыш успел выбрать себе любимого персонажа. Мне больше всего понравилось, как Дедушка Мороз и Снегурочка. Я больше всего понравился, затем даже, они такие забавные. Спектакль «Зачердачья» не единственный сюрприз для этих ребят. В ближайшие дни для детей будет организовано еще несколько мероприятий. 28-го будет проводиться тоже благотворительная елка и исполком выделил деньги на приобретение сладких новогодних подарков. Это тоже для категорий, для наших категорий, с которыми мы работаем. В реабилитационном центре будут проходить мероприятия для деток с ограниченными физическими возможностями, для молодых людей с ограниченными физическими возможностями. С 28-го по 30-е это будут сплошные дни праздников. И, как всегда, перед Новым годом волонтеры центра будут проводить волонтерскую городскую акцию «Дед Мороз в гостях». Этой акцией мы охватываем тех деток, которые не посещают по своим заболеваниям ни детские сады, ни школы, не могут посещать наш реабилитационный центр. И к таким детям «Дед Мороз» и «Снегурочка» приходят с подарками домой. В спектакле, как и во всех сказках, добро победило зло. Все негативные герои стали добрыми и в зачердачье наступил Новый год. Ребята с удовольствием посмотрели представление, а наградой артистам стали громкие аплодисменты и искренние улыбки малышей. Подходит к завершению всеукраинская акция «Собери подарок сироте». Ильичосцы стали активными участниками благотворительного проекта и собрали для детей, воспитывающихся без родителей, более 200 подарков. Почти каждый презент имеет трогательную историю. А кроме игрушек, сладостей и сувениров несет добрые пожелания. В рамках всеукраинского благотворительного проекта «Собери подарок сироте» около 10 тысяч воспитанников домов-интернатов Одесской области получат подарки к новогодним праздникам. В Ильичевске акция проходит второй год подряд и жители нашего города активно принимают в ней участие. Координаторы этого проекта в городе Ильичевске смогли так организовать работу, что очень много людей откликнуло. Значит, люди приносили подарки, сладости. И с 6 и 7 января в горсаду в Одессе эти подарки будут передаваться деткам лично в руки. В пункты сбора подарков приходили самые разные люди. Поэтому каждый подарок имеет свою неповторимую, трогательную, добрую, а порой необычную историю. Например, один из этих подарков ко мне пришла пожилая пара, дети которых живут далеко за границей. У них есть внуки. У детей и внуков сложилась жизнь очень хорошо. И вот они, скучая по своим детям, пришли, выбрали детей с именами, такими как их детей и собрали очень хорошие подарки. Все подарки, собранные Ильичевцами, несут добрую энергетику и душевное тепло. Кто-то приносил сладости, кто-то носочки, колготки. За это мы тоже очень благодарны. Конечно, больше всего активное участие приняла 7-я школа. Также нам помогла в сборе 2-я школа, за что мы очень благодарны. Ученики 1-го В-класса 7-й школы стали одними из первых участников акции. Большая часть первоклассников с помощью родителей собрали новогодние подарки для детей-сирот. Мама мне сказала, конечно, мы поможем собрать подарок. И мы с мамой пришли в школу, принесли собачку, шоколадку, заколку, кубики, разукрашку. Я маме рассказала, что нужно собрать подарок для сирот. Она сказала, не волнуйся, мы все соберем и все будет хорошо. Ребята от души надеются, что их подарки обязательно принесут радость тем, кто их получит. Мне бы хотелось, чтобы этот маленький малыш открыл подарок и обрадовался моему подарку. Маленькие лечевцы добавляют к подаркам самые искренние пожелания. Я хочу, чтобы эти малыши были счастливыми. А зараз пропонуємо вашей увазі перелік культурно-масових заходів, присвячених святкуванню Нового року та Різдвяних свят, а також спортивних заходів, які відбудуться у вихідні дні. У суботу, 26 грудня у Палаці спорту «Юність» о 10-й годині відбудеться новорічний турніст дзюдо серед юнаків та дівчат. Також у спорткомплексі о 12-й годині пройде відкрита першість міста Іллічівська з художньої гімнастики. У фойє Палацу культури з 12 до 18-ї години буде представлена експозиція декоративно-прикладного напрямку «Новорічна фойєрія», підготовлена клубом «Альтернатива». О 17-й годині тут же відбудеться новорічний ранок для учнів Іллічівської гімназії номер один. А у театральній залі пройде звітний концерт колективу «Барвінок». Також у суботу в Дитячій школі мистецтв о 14-й годині пройде концерт «Юго Вілічества рояль» для учнів фортепіанного відділення та концерт «Новорічна мозаїка» для хореографічного відділення. Тут же о 16-й годині відбудеться концерт «Новорічний серпантин» для учнів хорового відділення. А у Молодолинському будинку культури о 15-й годині пройде новорічна концертна програма «Вечори на хуторі». У Бурно-Чебалківській бібліотеці відбудеться акціон карнавальних ідей посеред гучного балу. Протягом вихідних у Палаці спорту «Юність» з 10-ї до 15-ї години проходитиме відкритий чемпіонат міста з мініфутболу. У театральній залі Палацу культури з 10-ї години 30 хвилин розпочнеться казкова зустріч з дідом Морозом та Снігуренькою та вистава для дітей «Зачердачія» театру «Тур де Форс». Тут же о 15-й годині буде проходити вистава для дітей «Попелюшка», підготовлена народним хореографічним колективом «Дана». Протягом дня у фойє Палацу культури експонуватиметься виставка картин видатних українських художників «Зимова фойєрія». У виставковій залі Музею образотворчого мистецтва – виставка робіт одеської художниці Анастасії Уварової «Новорічна казка» із приватної колекції одеських колекціонерів Галини та Сергія Костіних. У неділю, 17-27 грудня о 12-й годині у дитячайшій школі мистецтв відбудеться новорічне свято «Зв'язди зажигають такні» для учнів 4-го класу художнього відділення. А у Бурла Чубалківському клубі о 12-й годині пройде новорічний ранок пригоди казкових героїв. О 15-й годині 30 хвилин усі бажаючі запрошуються у фойє Палацу культури взяти участь у музичному проєкті «Пісні на свіжому повітрі» під супровід баяна. А о 17-й годині тут розпочнеться вечір відпочинку з танцювальною програмою муніципального дексилендового оркестру «Блэк Сі Діксі Бенд». А с вами была Марія Грушевая. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова